Сегодня стали известны подробности захватывающей погони на юге Москвы. Накануне на Чертановской улице преследование грабителей завершилось стрельбой и разбитыми автомобилями. Водитель БМВ пытался догнать тех, кто украл из его машины портфель с крупной суммой денег. Однако преступники не ожидали, что их жертвой окажется выпускник курсов экстремального вождения. Итог гонки. Пять помятых автомобилей задержаны злоумышленники, одного из которых пришлось госпитализировать. Сергей Морозов восстановил картину происшествия. Подмосковный бизнесмен Сергей Шацкий начал свой день так. Он наменял в обменном пункте полмиллиона рублей, положил их в портфель, портфель бросил на переднее сидение машины и поехал. Надо сказать, что стекла в его машине были затемненные, таким образом бандиты, скорее всего, вели его от обменного пункта и атаковали там, где им было удобно. Вот на этом перекрестке все и произошло, рассказывает потерпевший. Я стоял на стафоре, подъехал на машину, вышел какой-то в капюшоне небритой мордой. Разбивает меня с пистолетом, ну предметом, во всяком случае, похоже на пистолет. Стекло, да? Стекло. Застревает маленько в тонировке, в тонировочной, ну в пленке. Ну вот, видит мой портфель, выхватывает его, резко садится и на громадной скорости, ошибая людей, машины, уезжает. Грабители не знали, что Сергей учился на курсах экстремального вождения. Он на своей машине бросился в погоню. Преступники пытались уйти по Чертановской улице. Он преследовал их несколько километров и, наконец, настиг на перекрестке, уже вблизи станции метро Чертаново. Там Сергей протаранил машину бандитов. Мне ничего не осталось сделать, я видел пистолет. Я просто ударил высоту, чтобы максимально донести какой-то. Ударом по цепочке смяло несколько машин, в том числе автомобиль милиции. Один из преступников бросился из машины на утек, но был пойман прапорщиком милиции. Вот он, скромный герой дня, рассказывает историю со своей стороны. Стоя на светофоре, сзади почувствовал удар автомашины, вышел. Из одной из автомашин выскочил водитель и убежал в пустыне. Я его догнал, привел в машину. После этого узнал, что он до этого совершил пробежку и еще несколько ТП. Сразу после столкновения Сергей выскочил из машины и стал громко кричать, что в машине впереди вооруженные преступники. Подъехала опергруппа и обнаружила, что второй грабитель, а их и было двое, при аварии случайно выстрелил себе в лицо. Он обхватил голову руками, чтобы избежать удара, а в руке был пистолет. Пуля задела позвоночник. Пострадавший и нападавший доставлен в больницу. В машине преступников найден пистолет Макарова и портфель со всеми деньгами. Начальник ОВД похвалил участников стихийной операции по задержанию бандитов. Только грамотные действия сотрудника милиции и потерпевшего позволили задержать двоих преступников, которые подозреваются в совершении так называемых барсеточных преступлений. В интересах следствия имена преступников не раскрываются. Известно лишь, что оба они уроженцы Грузии, не работающие. А машина принадлежала третьему лицу, тоже выходцу из Грузии. Сергей Морозов, Юлия Закревская, НТВ, Москва.